Друзья, всем доброго времени суток и давайте в данном видеоролике скажу вам про еще один интересный проект, который скоро выходит на ICO, в данном случае это Sera. Здесь, в общем-то, на этом сайте, изначально все на английском языке, я сделал перевод, перевод причем с помощью Google Translate, вернее, даже не совсем я сделал, а просто данным сайтом он предоставляется. Тут важно понимать, что перевод, мягко говоря, не идеальный, тем не менее, все равно в суть проекта, в общем-то, с помощью данного перевода можно вникнуть и давайте пробуем это сделать. Так вот, что такое Sera? Это, по сути, будущее недвижимости и давайте более подробно разберемся, в чем, соответственно, главные плюсы данного проекта. Ну что ж, я здесь часть промотаю, подробное такое описание, я думаю, что показывать не буду, давайте покажу как раз-таки именно детали ICO прежде всего. Итак, ICO начинается 10.02, то есть 10.02, 10.10 часов, то есть ICO уже идет и, соответственно, до 16.03 будет бонус 40%. Далее с 17.03 до 31.03 бонус будет 20%, далее с 1.04 по 14.03 бонус будет 10%, ну и далее с 15.03 до конца апреля уже бонусов не будет. Ну и конец как раз-таки ICO будет именно 30.03. А также важно понимать, что здесь токены сделаны на платформе, совместимые с ERC-20, то есть получается, что для их получения вам нужен кошелек, такой, как, допустим, EtherWallet от Ethereum. Ну что ж, теперь здесь видно тоже характеристики, соответственно, данного токена, то есть всего будет выпущено 75, получается, миллиардов монет, цена за один токен, сами видите, какая, я так вот до расходу не скажу, то есть 0, и потом много 0, и 2 Ethereum. Ну и также важно, что у них хардкап, то есть максимальные сборы это 105, аж 6 тысяч эфириумов, то есть вот такие серьезные у них планы, посмотрим, удастся ли мы это сделать, но тем не менее планы действительно, по сути, наполеоновские у данного проекта. Теперь давайте разбирать, в чем же проект, проблема как раз-таки, в общем-то, по сути, в данной сфере и как в будущем проект ССР будет решать возникшую проблему. Итак, прежде всего, в общем-то, здесь что выделяется? Первое, это, конечно же, дорогие портальные затраты. Далее, что очень важно, что, в общем-то, есть много возможностей согласования достающих между продавцовым покупателем, то есть получается, что есть несогласование и получается, что есть конфликты различные между, как раз-таки, продавцами и покупателями. Далее, третье проблема в данной сфере, это нереализованные и не знанные в наем недвижимости. Получается, что, опять-таки, тоже недвижимость простается и, соответственно, тоже это минус. Далее, еще одна проблема в данной сфере, в сфере недвижимости, это плохая сеть и, собственно, отношения между национальными брокерами, которые тоже, конечно же, не идеальные. Далее тоже что важно, что брокеры очень важны, так как многие детали и процессы, такие как оценка стоимости, объекта, недвижимости, визитов, отношения с банком и многими другими являются обязательными и не могут быть сделаны роботом. Таким образом мы с вами удивились, что сейчас довольно много проблем в рынке недвижимости и давайте пробуем разобраться как же проект S.A.R. будет их решать. На самом деле решение довольно простое, но как часто бывает простое, оно очень часто бывает наиболее эффективное. Так вот они хотят сделать все в одном, то есть глобальный портал плюс программное обеспечение и получается, что они в общем-то будут получать огромные средства и соответственно здесь еще и будет консалтинг, то есть доведение в общем-то отличного сервиса для клиентов с S.A.R. Ну что ж, такая вот идея у данного проекта и что я хочу сказать дальше. Дальше давайте пробуем разобраться с тем, что же собственно говоря будет. Будет и мобильная версия и версия для как раз таки допустим обычного рабочего стола, то есть допустим версия под ноутбуки и версия под телефоны. Это очень удобно, потому что очень часто нам нужно сделать какие-либо допустим процедуры с тем же сайтом, да, либо с тем же каким-то проектом, порталом вне допустим дома. И как раз таки в таких случаях нам поможет мобильное приложение. Здесь сами видите, что очень много есть плюсов, то есть есть реклама, допустим можно искать и находить объекты в глобальной сети, поиск правильного брокера, глобальная покупка, различные рекламные возможности, легкая структура цены. Также, что я бы еще отметил, что можно расплачиваться биткоином, альткоинами какими-либо и также PayPal, либо кредитной картой. То есть, как видите, с вами очень много плюсов, ну и соответственно, как вы сами понимаете, что когда так много плюсов, естественно, что проект очень хороший. Ну и тоже здесь написаны различные особенности программы, такие как допустим контакты, совпадения, партнерская сеть, возможность оставлять отзывы, дневник, плановые визиты, управление процессом, синхронизация, создание письма, публикации допустим из того, что мне нравится. Ну, конечно же, аналитика тоже полезна, потому что в любом случае, когда мы говорим про рынок, рынок подразумевает деньги, естественно, важно анализировать все сделки. И понятное дело, что важно принимать в дальнейшем правильные решения на основе того, что уже произошло. Ну что ж, так вот здесь, как видно, есть гибкие настройки различные, управление, дополнительные инструменты и так далее. Тут все уже озвучивать не буду. И в целом, хочу сказать, что проект довольно интересный и перспективный. Как сами видите, что они хотят решить глобальную проблему в сфере недвижимости. Здесь довольно много людей, которые работали над этим проектом. Сами видите, что людей тут очень даже немало. Но опять-таки, как часто и бывает, что не обязательно, чтобы было там 500 человек для того, чтобы сделать хороший проект. Очень часто и допустим 10 человек хватает, чтобы разработать, в общем-то, то, что и было нужно рынку. Поэтому, что хочу сказать, что действительно данный проект меня заинтересовал. Это хороший проект в сфере недвижимости и я думаю, что у него может быть очень хорошее будущее. Ну что ж, всем тогда спасибо за просмотр данного видео и всем пока.